Я понимаю, что там все уже получили все в конвертах вчера, пусть обижаются, подают в суд. Это катастрофа, ну это психически нездоровый человек. И неадекватное вот это аплодирование обезьян из слуг народа. Вы чему аплодируете? Чувак, который сознается, что у меня липовый диплом, продолжает быть премьер-министром. Сейчас захлебнемся от этих инвестиций, хочется сказать Милованову, который рассказывал, что он почти дебил. Да мы что, вообще бездарные тогда, давайте сдадимся в плен. Игорь Валерьевич Коломойский решил начать свою большую перестройку. Они вчера всех нас сделали вместе. Вітаю всіх, кто вместе с нами на Полиотеку онлайн на канале Без цензуры. Сегодня мой гест, кандидат политических наук Дмитро Спивак. Пан Дмитрий, вітаю. Доброго дня, дорогие друзья, доброго дня, страна. Я когда зашел сюда в студию, то почув в уст ведущего, что у нас теж свой турборежим. Так вы сказали? Головное, чтобы не зелений турборежим. И главное, чтобы какая-то кінцівка была более така зрозуміла для людей, которые мешают в Країні. Я хочу зізнаться, знаете, когда вас представляешь аудиторию, хочется, знаете, как сказать, кандидат политических наук Дмитро, видатный співак. А, видатный украинский співак. Так, видатный украинский співак. Так, мы сегодня будем с вами не про співы говорить. У нас багато різних, цікавих тем, я пропоную розпочати із... Та неужели з земли, да? З земли. Так, кооператив «Земля и люди» вчера, так сказать, сформировал свой список и открыл свою деятельность. Вы хотите, чтобы я серьезно или чтобы я поиронизировал? Как вы хотите, чтобы мы обсудили эту тему? Серьезно с иронією. Серьезно, это катастрофическое решение для государства, раз. Это катастрофическое решение для рейтинга президента страны Зеленского, два. Это катастрофическое решение для экономики Украины, три. Это катастрофическое решение для фермеров украинских, четыре. И не потому, что я там последователь дедушки Ленина и считаю, что земля никогда не должна быть товаром. Нет, земля должна быть товаром и будет в Украине товаром. Время просто не пришло. Выбрали самое неудачное для украинских фермеров время, зато самое удачное время для скупки украинской земли по дешевке транснациональными корпорациями. Все очень просто. Более того, подобное решение любая власть, ну это я вам говорю уже как политолог, да, просто, не может принимать решение подобного уровня власть, не опираясь на мнение большинства. Как вычислить кто за, кто против? Есть наука, социология, кто бы как к ней не относился. Это наука, да, которая говорит, что там 70-75% людей против открытия рынка земли сегодня. Ну как можно 74-75-60% людей сломать через колено только потому, что наши западные партнеры, так сказать, МВФ, представители СОРОСа и транснациональной корпорации требуют этого решения. Ну есть еще и инший способ референдума. Это не, конечно, ну знаете, референдум это такое дело, но вообще нужно было отложить этот вопрос. Следующий аспект. Это я говорю про людей, это очень важно. Нельзя подобное решение пропихивать, протаскивать, знаете, в формате господина Порубия. Мы же-то с вами шли и понимали, что время Порубиев в кавычках ушло. Мы же с вами понимали, что мы же хотим жить в ситуации, когда демократия. Это процедура. Да, вчера было нарушено все. Процедура, здравый смысл, так сказать, да, ну отношение к людям я вам сказал. Далее, далее. Рынок земли надо открывать. Я уже в 555 раз это скажу. Только рынок земли это конечный этап, это вишенка на торте проведенной земельной реформы. А не сначала рынок земли, а потом какая-то, уже никакой реформы не надо. Потому что сначала кадастр, сначала инструментарий контроля за использованием земель. Потому что земля это наша экосистема. Кто что сеять будет, когда, сколько раз, плодоносит, не плодоносит. У нас ничего этого нет. Дальше. Будуют будинок без фундамента. Да, да, да. Да вообще не просто. Я сейчас скажу, для чего это делается. Дальше. Открытие земельного банка. Дальше. Длинные деньги для фермеров. Возможность брать кредиты. Далее. В конце концов. У нас все в тени. И тут нам говорят про открытие прозрачного рынка земли. Ребят, вы мне расскажите, это как? Коммунизм невозможен в отдельно взятой стране? Это как? Рынок электроэнергии в тени. Рынок газа в тени. Приватизационный рынок в тени. А тут вот у нас газ сейчас вот прямо, вернее, земля откроется. И так далее. Да бред это все. То есть последовательность нарушена. Алгоритм нарушен. Сначала деалеграхизация. Потом надо хоть кого-то из топ-коррупционеров раскулачить, посадить в тюрьму. Затем надо ликвидировать монополии. Ну так во всем мире. Затем провести определенные действия земельной реформ. И только в конце этого, объяснив еще людям, куда пойдут эти вырученные деньги от первого уровня продажи земли. Потому что земли-то больше нет. И когда там эти горячие головы, слуги наши, рассказывают, ну мы же квартиры, мол, приватим. А что же мы здесь? Идиотизм полнейший. Квартиру можно купить вторую, восьмую, десятую. А земли этой. 24-й. Это к одному из слуг народов. Ну у него мама любит скорость. Не хочу о личном, не хочу о деньгах, давайте о земле, это очень важно. Абсолютно нарушена последовательность. Более того, значит, вчера вот это выступление Патураева, не знаю, зрители наши видели, не видели. Я испугался за человека. Пане Дмитрия Дарути, если можете показать еще раз выступ Патураева, вчерашний, да, покажите. Будет понятно, о чем речь, да. Так, ну, пока нам выводят, мы можем продолжать разговор. Не, ну я вчера испугался, я хотел уже сразу о Владимире Семеновича вспомнился, да, тут примчались санитары и зафиксировали нас. Ну человека зафиксировать надо было. Ну, психически было какое-то неадекватное поведение. Если вот сейчас нам покажут, зрители наши все это увидят. Чувак вообще вчера в ударе был, да? Вот, можем подивиться. Сьогодні, навіть, під цей ганебний звук, який, який йде, зисівших батареек, Україна остаточно поховає комунізм. Ми нарешті зведемо рахунки з цим маньяком Леніним і з людожером Сталіним, які зробили все, щоб позбавити український наряд головного багатства землі. Ми повернемо українцям землю раз і назавжди. Ось вони, міньйони Росії, яка влаштувала тут Голодомор і вбила, хотіла вбити всіх українців. Ось вони знову намагаються позбавити українців землі. Вони знову хочуть, щоб сюди прийшов московицкий сапог і вмурив тут всіх Голодом, але ні. Ну от, власне, таким був виступ пана Потураєва в Верховній Раді. Діагноз на лице, катастрофа. До речі, що навіть деякі колеги по фракціях сприймали з такою легкою усмішкою виступ самого пана Потураєва. Та ні, друзі, це катастрофа, це психічно нездоровий людина, це неадекватне поведення депутата, який несет эту полну чушь і неадекватне аплодирання обез'ян із слуг народу. Ви чому аплодируєте? Вот этому неадекватному выступлению Сталин, Ленин, земля, колхоз і люди. О чому речь? Вон там еще говорив, ми, значит, все, із рабства вышли, тепер земля крестьянам. Ну да, понятно, у нас вже ж давно фабрики і металургічні комбинати ж принадлежат рабочим, ну ви ж це знаєте, да? Все недра і остальне богатства нашої країни принадлежат народу, естественно, оставалась земля. Вот тепер і земля вже у нас начнє принадлежати, конечно, крестьянам. Слава богу, що здесь о Путіні как-то он забыл, о Путіні, о Каддафі, он как-то не всю мирову історію охватив, так сказати, в этом, не знаю. Не вспомнил там вторую мирову, ну посмотрите на глаза этого чека, на його, он о чем? Это народний депутат України докладає в парламенті моей страны о законе, связанном з продажей землей? Это он об этом? Сталин, Ленин, арабство, коммунизм і т.д. Це катастрофа. Поэтому я процитировал Владимира Семеновича Высоу. Це Канадчикова, да, це палата номер 6. Це неадекватна історія. Дальше. Я не знаю, є ли у вас тоже це відео, реакція прем'єр-миністра на эту історію. Ура, мол, ми победили. Я понимаю. То, о чем так долго мечтал МВФ і все остальные западні структуры, оно свершилось. І вот це правительство Саросяд выполнило свою задачу. Говорю я з зажаленням і з горькой іронією. Да, і премії получат все там, согласно ранжиру і занимаєм їм должностям. А Милованов... Цікаво, як це питання цих премій. Так неважно. Це ж люди, які з Україною, це не зв'язують свою життя. Я хочу, щоб зрители наші понимали. Гончарук, Милованов і все остальные. 20 лет получають деньги на свою життя із западних фондів. 20 лет вони не платять налоги. Им по барабану наша країна. Вони работають в системі координат западних фондів. Це гранты. Вони работають так, на гранты. І вони після того, як завершат свою каденці, уедуть отсюду. Все возьмут і уедуть. А чувак, який зазнається, що у мене липовий диплом, продолжає бути прем'єр-миністром. Под бурные аплодисменты. Так хто із нас нездоров? Он или ми, як общество, що позволяємо це? Владимир Александрович Зеленський, обращаюся к вам в 715 раз. Убирайте цю похоронну команду. Много раз уже говорили, це похоронна команда для вашого рейтинга і нашого доверия. Це печально закончиться. І земля – це тільки начало. Дальше. Гений современной економіки. Ось этот Милованов, який розказував, що він почти дебил, да? Жін розказував, я просто повторяю, да? Который учив нас, що книги не читати можна. Знаєте, що він сказав? Все, ура, говорить. С открытием рынка землі хлынут в Україну длинні деньги і інвестиції. Охренеть можна. Значить, економістів всього міра в шокі. Вони ж не знали ось цей зависимості. Ось цей парадигмі економічної, що с открытием рынка землі, при корупції, монополіях, клановій моделі економіки, в воєнному конфлікті, в відкритих границах, контр... А це все ерунда. Ось ринок открыли землі і інвестицій... Щас захлебнемся от цих інвестицій. Хочеться сказати Милованову. Все, вони задачу свою выполнили. Открыть ринок землі, їм потрібно і продати всі стратегічні предприємства. Так може Мавра зробив своє ділу і Мавра може... Так вони вийдуть в феврале. Мене здесь... Смотрите, между первим і вторим чтенням ще є время. Не хочу зараз довго останавливаться на нюансах цього законопроекту. Там багато чого. 200 тисяч в одні руй. А що це таке? Кто в состояниї купить із фермерів украинських 200 тисяч гектар? Якщо мене спросте, хто вообще в состоянии? Отвечу вам. Китайські, американські корпорации, транснаціональні. Це вторе. Третье. А по кій цені? 1000 тисячі доларів гектар? А хто придумав цю цену? Правильно. Экономіка стагнирує. Боліе високу цену придумати нельзя. Соглашусь з вами. Так якщо ми сьогодні в такій задніці економічній. Та нахрена ж сьогодні відкривати цей ринок землі? Ну, якщо сьогодні... Вот я вам приведу для зрителей наших нормальний пример, да? Ну, вот если начнется, так сказать, какие-то проблемы с рынком недвижимости, вы же не будете продавать свою квартиру. Вы подождете, пока, да, эта тенденция изменится. И тогда продадите. Вы же не будете по дешевке продавать. Как же можно стратегические предприятия распродать последнее, что у нас есть, в той ситуации, когда это все по оптовым ценам, да? По дешевке. Укрпочту, Укрзалезницу и так далее. Дальше. Еще там одни возгласы были, да? Которые говорят, вот иностранцы придут, они все сделают, ничего страшного. Будут управлять. И вот мы не можем, и мы неэффективны. А иностранцы... Там мы шо? Вообще бездарные тогда. Да давайте сдадимся в плен. Давайте, например, скажем, мы колония. Мы не можем управлять ни поездами, ни железной дорогой, ни Укроэнерго. Ну, подоживалась вот эта идея Зеленского. Якщо иноземцы, иноземные компании, то нехай это питание решится на референдуме. Так это же обман. Потому что, если бы вы хотели, обращаясь я к власти, чтобы вопрос этот решался на референдуме, то вы тогда определитесь, что раньше яйцо или курица. Сначала тогда спросите у людей, а потом протаскивайте, пропихивайте в такой наглый способ вот этот законопроект. Резюмирую, резюмирую. Ничего хорошего из этого не будет. Это начало серьезного политического кризиса в стране. Это начало серьезного такого... даже нет... такого электорального раскола в обществе. Это, конечно, начало падения рейтинга президента Зеленского. Потому что плевать мне вот на вот это все, что я там вижу. Мелован, Афганчрук. Я вообще этих людей не знаю, знать не хочу. У меня есть президент Зеленский. Я понимаю, что это его инициатива продавить. Меня немножко обидело, или так сказать... Придируйте, вы считаете, что саме Зеленскому належит инициатива проштовху это питание рынка земли? Он главный лоббист? Нет, главные лоббисты находятся за океаном. Я уже много раз говорил. Это МВФ, много лет. Почему Гончарук так радуется? Потому что это их ставленники. Гончарук, Маркарова, Мелованов, Новосы и так далее. Это люди, у которых в биографии все написано. Ну, как вы так тонко натякаете, они и в теме, и в доле будут. Нет, они, так сказать, всю жизнь просто работали, получали гранты, давно завербованы. Так работает эта система. Фонд дедушки Сороса. Я всегда, когда говорю о Соросе, я говорю злой гений. Но после слова злой, я честно произношу, гений. Он гений такой современного внедрения американской демократии в странах третьего мира. Это крупные структуры, которые вот так работают. А что вы не помните, как эти ребята лоббировали интересы, лоббировали так называемую реформу супрунтами и так далее, и так далее. А что вы не помните, кто это Гончарук, Арахами, Мелованов? Да поднимите, это же все есть для наших зрителей, это же проще простого. В интернете все есть. Как Гончарук голосовал за Порошенко, как он благодарил Петра Алексеевича, как он говорил о том, что не знает он... Гугл все знает. Да, что не знает он там политика Зеленского. Проходит полтора месяца, ребята уже красавцы. Они уже правительство возглавляют. Почему? Вот он вопрос вопросов. Инициатор всего этого, конечно, транснациональной корпорации. Почему Зеленский... Не знаю, где вот эта степень зависимости и влияния. Я не знаю, как вам ответить на этот вопрос. И почему Владимир Александрович Зеленский вот так... И идет вот на таком поводу. Я, чтобы закончить эту тему, вот я начал с этого и закончу с этим. Рынок земли должен быть в любой цивилизованной стране. Только здесь ключевое слово не земля, а рынок. У нас нет предпосылок сегодня для прозрачного рынка, последнего из богатств, который принадлежит нашей стране. Я же не зря пошутил, да? Что у нас же фабрики и металлургические комбинаты принадлежат же не рабочим, а пяти семьям. Так кто же меня убедит в том, что земля будет принадлежать крестьянам, а не этим же пяти семьям, которые находятся через океан. И вот эта вся чушь, что... Кстати, по цене я вам скажу. Цена в европейских странах от пяти до тридцати тысяч долларов или там евро за гектар. Французский пример я вам расскажу интересный. Франция цивилизованная сторона, скажите мне. Цивилизованная. Цивилизованная. Для того, чтобы фермерское хозяйство было куплено фермерами, там существует правило. Вы, как фермеры, должны поработать на этой земле 7-8 лет, продемонстрировать, что вы бережно относитесь к этой земле, ухаживаете, правильно вскармливаете, то есть не уничтожаете экосистему своего государства, и на 8-й год муниципалитет, ну местные власти того или да, принимают решение, что вам можно продать эту землю. Сейчас, почему манипулируют? Сейчас крестьяне по дешевке продадут эти свои паи, так сказать, да, чтобы решить свои какие-то бытовые вопросы, ну просто бытовые, крышу подчинить, операцию родственнику сделать. Но нельзя этим манипулировать. А фермеры не готовы. С кем фермеры будут соревноваться, скажите мне. Откуда у фермеров длинные деньги? Откуда вообще фермерские хозяйства? Вы понимаете? Поэтому вот это вот то, что мы видели, это поток бессознательного. Это какая-то осенняя шизофрения политическая. И ее нужно лечить, потому что Ленин, Сталин, земля, коммунизм, рабство – это катастрофа. Дмитрий, вот вы сказали про то, что спочатку требовалось сделать до олигархизацию, сделать посадку, а уже потом браться за это вопрос. До олигархизации обещанной? Нет. Посадок? Нет. Ну там поймали какую-то там чиновность из Офиса Президента. Но мы видим, что поймали, застава до побачення, поймали, застава до побачення. Первое, я вас поправлю. Вот этот весь алгоритм действий придумал не спивак. Не буду на себя брать такие лавры. Это все придумано задолго до меня. Открытие рынка земли в странах Восточной Европы проходило вот по одному и тому же, примерно одному и тому же сценарию. Есть разные вариации. Аргентинский какой-то вариант, европейский. Разные есть варианты рынка земли. Не хочу сейчас вдаваться в подробности. Ну, грубо говоря, в Австрии, например, только 49% земли в частных руках. Остальное в государстве. В Германии 54%. Разные есть варианты. Но алгоритм одинаковый. Рынок прозрачный функционирует там, где нет олигархическо-клановой модели экономики, где нет монополий, где нет такой тотальной коррупции, где существуют запобежники, да, как по-русски даже уже слова не знаю. Предохранители. Предохранители. Где существуют новые технологии контроля за использованием земель, спутники и так далее. Да у нас ни хрена этого нет. Кому мы все это продаем? Что с этим всем потом делать? И резюме. Дальше сейчас хлынут в города сельские жители. Дальше сейчас это все будет. Я так вам скажу, вот чтобы остановить немножко тоже, потому что я очень эмоционально, я понимаю. Меня знаете, почему я настолько эмоционально? Я смотрю на вот таких Патураевых, смотрю на Гончаруков, которые вчера, оба, мы мол победили. Кто мы? Мы зробили их разом, да. Мы зробили их разом. Да. Я им поверил. Они вчера всех нас зробили разом. Но я все же таки хочу, чтобы они дочекалися, мы их тоже сделаем еще раз. А уже остаточно. Но вчера это их перемога, потому что их и поставили на эти посады, саме для того, чтобы они приняли эти два решения. Ну, то есть, велика приватизация. Сегодня, взагалі, я против этого. Ну, страна не готова. Мы не пригадимый бюджет. И бюджет это, взагалі. И ось это главное вопрос. Стратегическое вопрос. Саме для этого был сформированный сам этот уряд. И, конечно, когда ты смотришь на это обличие Гончарука, когда ты слышишь, ты смотришь Патураева, Милованова, Арахамию. Ну, слушайте, ну страшно стает. А у нас там еще джокеры, пранкеры. Кстати, что меня вчера удивило неприятно. Это голосование за этот закон. Он, хорошо, в первом чтении. Бужанского, коллегу вашего, и Дубинского. Вот неприятно я как-то удивлен. Какие самые выдастапочки на тесного? Позиции этих людей. С удовольствием бы вот пообщался, или бы послушал, или, может быть, они что-то напишут. Я бы хотел послушать их аргументы. Для чего и почему они это сделали. А господин Арахамия, вот этот вот, я всегда, не знаю, как сказать, Ара или Хамия. Да, вот. Арахамия. Да, Арахамия. Он вчера в свойственной ему манере, он же говорит так, что он понимает только сам себя. Вот. Значит, он вчера в свойственной ему такой манере и очень оскорбительно для журналистов. Ему же серьезно задали вопрос, как лидеру фракции. Его спросили, Давид, а как вы, значит, убедили Бужанского и Дубинского проголосовать за? Ну, нормальный, серьезный вопрос. Он говорит, там я что-то старший брат какого-то, как-то он так ответил, интересно. Там, телеграм-канал, смотрите, что это такое. Это тот Арахамия, который про старшего брата все время нам говорил, что нужен искусственный интеллект, чтобы следить за действиями. Там, может быть, они уже поплутали в своих телеграм-каналах, в джокерах, пранкерах. Капец, джокеры ходят, пранкеры звонят, проституток вызывают в раду, кнопка давят, ни хрена не понимают, что за законы принимают. Какой-то зеленый принтер вот этот, строчит эти законы, эти вот стоят молодые, значит, получили уже все в конверте. Значит, какой-то полиграф, они опять кого-то что-то обвиняют, полиграф так полиграф, стадион так стадион, анализы так анализы, пробирки так пробирки, ужас какой-то. Давайте тогда, пусть они уже там сдают, не знаю, там на уровень тестостерона, ну давайте дальше идти, уже деградировать так деградировать. И кадровых решений нет, и президент Зеленский ни на что не реагирует, никого ниоткуда не выгоняет, хотя это его фракция. Хотя показательная штука была, он не пришел на съезд, президент страны Зеленский не пришел на съезд партии «Слуга народа». Это показательная история, она меня радует. Это подтверждает мой прогноз, что эта Верховная Рада становится токсичной для него, несмотря на этот закон. Я понимаю, что там все уже получили все в конвертах вчера, пусть обижаются, подают суд, могу сходить на полиграф, не боюсь. Да, знаете почему? А, бессмысленно. Ну, полиграф он бессмысленно по сути своей, да? Ну, не имеет никакого сенсу, если мы говорим в контексте наследов его проходжения. Да, поэтому вот она, ребята, 146-я реформа, да. Как там Михаил Михайлович Жванецкий говорил, когда его спросили, с какой скоростью должны двигаться реформы, чтобы людям стало жить легче. Он гениально ответил, говорит, ну как, включаем третий закон Ньютона, первые два суки не сработали. Ну, вот как-то так. И мы что-то вчера включили, вот, не закон Ньютона, а закон существования транснациональных корпораций и поглощения ими слабых, бедных и коррумпированных государств. Получится ли у всех фракций, которые выступали против, что-либо изменить в этом законе ко второму чтению? Надеюсь, да. Потому что, коль скоро этот закон хоть уже и принят будет, то там надо вычеркнуть ряд, ряд, ряд положений, которые прямо противоречат и законам, и тому, что говорит Зеленский. Там надо вычеркивать эти 200 гектар, там надо прописать по иностранцам, там много чего надо изменить, чтобы у нас хотя бы был год по времени, когда уже этого правительства не будет. Этому правительству, запишите мои слова, осталось два с половиной месяца. Вы сказали про луто. Да, февраль месяц их не будет, Зеленский их разгонит, верю в это. Можливо, именно поэтому Юлия Тимошенко вчера и оголосила про переход в оппозицию, потому что слышала, что это легкий ветерец на ближайшее выбор. Ну, выборы будут, безусловно, оно к этому катится. Жаль, как там это, жаль, что в эту пору прекрасно, да? Не-не, знаете, я вам так скажу. Мы сегодня живем в эпоху больших событий и маленьких людей. Правда, мы живем в эпоху больших событий и маленьких людишек. Если вот они, это мое правительство, если вот они вершат судьбы 40-миллионной страны, вот эти ребята, Ленин, Сталин, Рапс, это катастрофа. Это, вы знаете, я когда вот голосовал, сражался с режимом Порошенко, я понимал, что Зеленскому будет сложно. Я всех предупреждал, ребята, чудо не будет, чтобы вы не рассчитывали. Но поверьте, я не думал, что вот турборежим, Зеленый, ну часть, частичка разочарования есть. Более того, я несу ответственность за свой выбор. Я, в отличие от многих, не бегаю вот это вот по... Да, это мой выбор. Я вам даже так скажу, даже если у Зеленского вообще больше ничего не получится, я жалеть не буду. Он сделал главное, не допустил Порошенко ко второму сроку. Для меня это уже часть исторической миссии. И даже если он выполнит только это, бог с ним, но очень же хочется, чтобы у него получилось. А он хочет, я знаю это. У него нормальное намерение, он просто, он еще не стал президентом. Очень много вызовов проблем и каких-то линий зависимости. Вот я не понимаю, в чем большая такая зависимость Зеленского от, так сказать, советов, подсказок и рекомендаций из некоторых посольств. Я не понимаю этого. Мы этого не знаем и, наверное, никогда не узнаем, но что-то в этом присутствует. А насчет разочарования и ответственности, я честно вам говорю, конечно, есть часть разочарования. И, конечно, есть частичка ответственности. Но я думаю так, что психологический портрет Владимира Зеленского таков. Он очень эмоционален, очень хочет нравиться. Он артист. 25 лет. Есть он, сцена и зрительный зал. Все, что он делал, он делал для ответной реакции зрительного зала. И обычно эта реакция была овации, аплодисменты, улыбки, цветы. И ему более скучу ты на свою адресу слова ганьба. Сегодня он очень тяжело переживает. И мне кажется, у него произойдет сейчас трансформация очень резкая. И он начнет совершать такие, знаете, очень резкие кадровые решения. Дай бог, чтобы они попадали в десяточку. Не знаю. Не знаю. Но у него проблем выше крыши. И дело же не только в... А внешний аспект. А сейчас надо что-то делать с газотранспортной системой. А Владимир Путин там ждет на переговоры. А не пацан зеленый. Все западные аналитики говорят. Путин сегодня на волне. Россия сегодня на волне. Там все хорошо с ВВП. Там все хорошо с ценой на баррель нефти. Там все хорошо в международных аспектах. Сирия, Иран, Курды, Турция. Возвращение в Паре. Они на подъеме. Ну и слушайте, это геополитический игрок. Он 20 лет у власти. Зеленский готов к переговорному процессу? Вот так. Я не уверен. Не знаю. Не знаю. Но к этому же нужно идти. Но когда ты идешь на геополитические разборки такие, на такие ответственные... Да, вот мир в страну. Да, вот при... Хотя бы... Треба в першу чергу відчувати внутреннюю... В доме должно быть тихо, спокойно, уютно. Фундамент должен быть. А я не вижу фундамента, потому что его окружение его подставляет. Я не понимаю этого. Тут можем, до речи, пригадать нещодавние заявки Игоря Коломойского. Я думаю, что вы читали про мир с Россией. А, ну вчера он, да, это выдал так выдал. Такой сигнал. Это сигнал и американцам, что он на них злой, потому что они ему, так сказать, не дают решить вопрос с приватбанком. Это сигнал России, что, мол, я готов быть, так сказать, коммуникатором между вами и ими. Это сигнал Зеленскому, что, мол, там, нафига нам Америка, вон, давай дружить 100 миллиардов. Зачем нам то надо? Да, да. Игорь Валерьевич Коломойский решил начинать свою большую перестройку, такую геополитическую игру от Америки в сторону России. Загладить пробуют свои, так сказать, конфликтные линии раскола с Россией, которая идет с 2014 года. Ну и я не знаю, чем это закончится. Более того, кстати, вот, друзья, а где реакция президента? Ну вот смотрите, бизнесмен имеет право давать такие интервью? Игорь Валерьевич Коломойский же просто бизнесмен, я правильно понимаю, он же не работает, не функционирует в системе координат власти. Он не занимает должность, да? Он бизнесмен. Хочу любить давать интервью. Он высказал свою точку, такую зрение. Ну, имеет право, ну, как частное лицо, как бизнесмен, каждый из нас, мы живем в свободной стране, имеет право. Но ведь мы же все понимаем, что это не просто бизнесмен, что это очень влиятельный бизнесмен, что это человек, который влияет на определенные политические процессы в Украине. А как оценят это интервью в Соединенных Штатах Америки? Ну, в России позитивно. А там? А в Европе? А президент Украины Зеленский? А Зеленский мае реагировать на интервью бизнесмена? Не вдачись в подробиці. Если бы такое интервью дал я, президент мог бы не реагировать. Ну, Дмитрий Спивак высказал там какую-то свою точку зрения. Когда подобное интервью столь уважаемому изданию дает такая фигура, как Коломойский, с намеком на Россию, на Кремль, на 100 миллиардов кредитов, на НАТО, на фразу «танки будут в Варшаве». Ну, я не политтехнолог, но где-то косвенно на месте президента я бы не то чтобы прокомментировал слова Коломойского. Я бы еще раз высказал свое, как президента, отношение к структуре геополитических наших взаимоотношений. Пан Дмитрий, вот уяви, або Володимир Зеленский записывает ролик, або просто мы не бачим такую публикацию на странице у Фейсбука, мовляв, Игорь Коломойский высказал свою точку зрения, но украинская влада не поделяет сместу тих думок, которые сказал пан Коломойский. Как это там было? Для АТОСа это слишком много, для графа Делефера это слишком мало. Президент не должен комментировать в таком русле слова Коломойского. Пресс-служба президента могла бы, а сам президент, на мой взгляд, пришло время для президента рассказать народу Украины свой алгоритм действий по возвращению мира. То есть план Зеленского уже прошло 100 дней давным-давно, и мы с вами должны были услышать план Зеленского. Да не надо уже, просто формулу Зеленского. Владимир Александрович же едет, готовится к нормандскому формату. Нормандский формат это же прелюдия. Основные события это двухсторонние переговоры, да, Путина и Зеленского. Смотрите, как они тонко играют в Кремле. Шажочек назад, шажочек в сторону. Они же нас вот это вот раскачивают. Назарбаев все. Встретитесь у меня. Наши говорят, да, Зеленский говорит, я готов. Путин говорит, я тоже как бы не возражаю. Проходит ровно сутки, Песков говорит, да не, мы, конечно, встретиться можем. Но, говорит, а результат будет какой-то? Просто попить кофе нам неинтересно. И мы так раз, а что дальше делать? А у нас есть заготовка на ответ Пескова? Посмотрите, как они играют. А посмотрите, как наши не готовы. Ну, Песков, это пресс-секретарь Путина. У меня вопрос, Владимир Александрович, а ваш пресс-секретарь? Ну, ответ какой? Мы же не можем все время в догонялки играть. Это и есть политика. И когда говорят, вот, значит, пропаганда России. Ну, да, ну, работает мощно пропаганда России. Ну, так и что? Ну, Песков вас зацепил. А где наш ответ? Где ответ Чемберлену? Хорошо, девочка молодая, значит, пресс-секретарь Зеленского. Не готова. А где Министерство иностранных дел? А где разведка? А где аналитики? Что скажет Песков? Что мы ответим? Ведь где-то же вот эта фраза Пескова, ну, она не унизительна. Она просто показывает, что, мол, ребят, нам как бы все равно. Да, вам надо, ну, пожалуйста. Ну, мы типа готовим. Давайте, так сказать, да, какие у вас там предложения есть, чтобы мы понимали, мы что-то будем обсуждать или мы будем пить чай? Пить чай нам неинтересно. Если будем что-то обсуждать, вы какой-то тезис дайте, чего обсуждать будем, говорят они. Наш ответ – ноль. Слушая Патура, Ленин, ну, капец. Понимаете? Мир живет по одним законам. Слуги народа, вот, знаешь, уколоться и забыться. Ну, вся безумная больница к телевизору рвалась. Так и хочется им сказать, ребята, если вы не отзоветесь, мы напишем спортлото, ну, честно. И сделаем вас всех еще раз. Уже остаточным. На жаль, завершивается час для нашей разговоры, но хотелось бы, чтобы вы что-то сказали нашим глядачам, так вот, позитивно. Я всем глядачам хочу пожелать то, что Михаил Жванецкий всегда желает всем нам. Лучше с любовью заниматься трудом, чем с трудом заниматься любовью. Друзья, у нас все будет хорошо. У одного мудрого еврея на персне было написано. И это пройдет. Я надеюсь, что он так и да окажется прав. Пане Дмитре, дякую вам за разговоры, за наше спілкувание. Кандидат политических наук Дмитро Спивак был гостем студии Полиотека Онлайн. Я дякую вам за увагу. И почуемся, побачимось уже в наступных выпусках Полиотеки. На все добре, тримаймося.